С понедельника мы пристально наблюдали за паникой Порошенко. С одной стороны, он психовал вплоть до грубости из-за того, что его церковный проект по созданию на Украине новой церкви не выходит так, как ему хотелось. Получается лишь создать некий филиал Константинопольского патриархата в Киеве. А это явно не то, о чем Порошенко мечтал, затевая раскол. С другой, Украина, где уже и снег повалил, оказалась не готова к зиме, вплоть до того, что начались холодные бунты. С черным чадом покрышек у городминистрации, со стихийным самозахватом котельных и срывом пломб с газовых вентилей, с маршами на Киев и конвульсиями правительства. Символом замерзающего украинского города стало смело в Черкасской области. Нас 15 котелет до того часа вот такие разрывы. Население под 70 тысяч. При отрицательной температуре на улице не только ночью, но и днём, из неотапливаемых школ распустили учеников. Из неотапливаемых медицинских стационаров эвакуировали больных. Всё это из-за неподъёмных долгов за газ. Платить нечем. Вдобавок ко всему, в Смеле из-за долгов за электричество отключили насосную станцию, а значит и воду. Любую, как горячую, так и холодную. В среду мэра Смелы вызвали в Верховную Раду, но когда он прибыл, его туда не пустили, аннулировав пропуск. С понедельника в Смеле местные власти объявили чрезвычайное положение. Но Смело лишь символ общеукраинской катастрофы. Ровно в тот же понедельник в Кривом Роге... Толпа в Балаклавах ворвалась в офис Криворожгаз, а их сообщники вломились в котельные и самовольно запустили отопление города с населением 630 тысяч человек. На всякий случай активисты запалили сношенные резиновые покрышки. Ровно в те минуты, пока горящая резина вновь коптила украинское небо, все еще президент Порошенко принимал у себя министра энергетики США Рика Перри. Рик Перри благодарил Петра Алексеевича за то, что Украина стала покупать дорогущий уголь из американской Пенсильвании и в дополнение предлагал дорогущий американский сжиженный газ. Порошенко предложил Рику Перри неизвестно для чего возможностью украинской газотранспортной системы ГТС. Той самой ржавой трубы, которую строящийся морской газопровод Северный поток-2 грозит превратить в утиль. Разговор, в общем, вышел довольно кислый, но публике он представлен помпезно, как начало американо-украинского стратегического диалога в энергетике. Диалог, в общем, про то, как остановить строительство Северного потока-2, который поперек горла и американцам и украинским русофобам. Вообще, сохранила бы Украина нормальные отношения с Россией, было бы там сейчас в домах тепло и не стала бы Украина сейчас беднейшей страной Европы с еще более унылой перспективой. Да, коррупция была бы поменьше. А перспектива уныла еще и потому, что страна живет фактически под внешним управлением Международного валютного фонда МВФ. Именно он, в общем-то, за символический краткосрочный кредит, полтора миллиарда долларов, да еще кредит, который до сих пор не выдан, а лишь обещан, может быть, добился дальнейшего повышения цен на газ для украинцев. В Киеве, например, уже с 1 декабря тарифы возрастут сразу на 32% неподъемно. И так массовые неуплаты. Что делает Порошенко? Удивитесь, разрешает не платить. Его правительство снижает уровень обязательного расчета за газ теплоэлектроцентралей с 90% до 60%. То есть, если раньше газ отключат, если задолженность составляет 10%, сейчас задолженность может составлять аж 40%. Такое правило не навсегда, до 1 апреля. Помним, что президентские выборы на Украине в марте, на после Порошенко, значит, не загадывает. По принципу, после нас хоть потоп. Долги Украины, внутренние и внешние, Порошенко оставит после себя немыслимые. Да вот и по зарплате тоже долги. Люди страдают. Буквально в пятницу шахтеры перекрыли международную трассу от Львова до польской границы. Обращаемся ко всем шахтерам нашей страны. Ребята, или мы сейчас объединимся и поставим в стоило власть в стране, и заставим уважать наши семьи, наших детей, наших родных, наш труд, нашу профессию. И у нас дальше будут вытирать ноги. От чувства безысходности и отчаяния, нескончаемая карусель по пешеходному переходу. Не платят с лета, а уж зима на носу. На этом фоне понятны оценки социологов. Свежий рейтинг кандидатов в президенты, составленной тройкой самых авторитетных центров Украины, показывает, что от общего числа опрошенных за Порошенко лишь 6,3%. Его опередил даже шоумен Владимир Зеленский. У него 7,6%. Лидер Тимошенко у нее тоже не густо, но все же 12,7%. С таким запасом она побеждает любого соперника при выходе во второй тур. А Порошенко, значит, в любом случае лузер. В пятницу агентство Униан сообщило, что Петр Алексеевич продал свой судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». До недавнего времени «Ленинская кузница». Распродажа активов на Украине – признак предстоящего бегства.